Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередная лекция в порядке удаленной записи по скайпу, лекция по теме классы. Я думаю, что не следует вопроса о классах общественных отделять от общего научного принципа классификации. Всегда, когда речь идет о большом количестве объектов в любой науке, где объектов этих много, это могут быть классы молекул, классы насекомых, классы птиц, классы какие-то или группы звезд или планет. То есть везде в науке проходит классификация, потому что изучаются не отдельные эти единицы, эти единицы изучаются как представители каких-то больших групп, обладающих какими-то общими свойствами или какими-то общими параметрами. Не составляет исключения и та классификация, которая была, наконец, проведена в свое время и в общественных науках, то есть в обществе. Потому что без этой классификации изучать одновременно миллиарды людей, как вы понимаете, совершенно невозможно. То есть все равно будете изучать отдельных единиц и относить их будете к этим единицам, это никакого смысла в науке не имеет. Потому что речь идет о том, чтобы что-то предсказывать, что-то намечать, на что-то опираться, планировать или строить свою политику. А это совершенно невозможно делать, если не сделана классификация. Некоторые считают, что вопрос о классах в обществе разработал Карл Маркс. Если вот вы спросите, первого встречного поперечного, я неоднократно проделывал такой эксперимент. Кто разработал класс? Вам сразу с гордостью скажут Маркс, даже те, которые Маркса не любят. А что вот пишет Маркс по этому поводу? Это у меня в руках документ. А документ этот – это письмо Маркса своему товарищу Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Из Лондона 5 марта 1852 года. Вот здесь Карл Маркс пишет в этом письме. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл в существовании классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это собрание сочинений Маркса и Энгельса, издание второе, том 28, страница 424-427. Вот это надо иметь в виду. Можно только добавить, а что это за экономисты, как их зовут? Что это за историки? Экономисты, которых Маркс упоминает, это Рикардо и Смит, а историки французские – это Тиерри, Менье и Гизо. Обратите внимание, что вопрос о классах связывается именно с производством. Почему? Потому что Маркс с Энгельсом разработали исторический материализм, а исторический материализм обязывает искать корни всех общественных явлений, самых, можно сказать, верхушечных. Корни этих явлений надо искать в материальном производстве. Поэтому деление на классы, классификация проводится не вообще, так сказать, по какому-то там принципу, который кто-то объявил или выставил, или посчитал нужным. Она должна проводиться именно по положению в производстве. И по положению в производстве мы различаем классы разных общественно-экономических формаций. У нас вопрос об общественно-экономических формациях был. У нас был вопрос о способах производства. Что значит, могут быть классы первоначально в рабовладельческом обществе, а в первообытном коммунистическом обществе классов не было в первообытном общинном. Классы могут быть в феодальном обществе, это помещики и крестьяне. Крепостные классы – это могут быть классы буржуазного общества, а шлюбочно полагают, что классы буржуазного общества – это рабочие и капиталисты. Рабочие и капиталисты – это классы буржуазного общества, но вообще в буржуазном обществе классов три. Это рабочие, это капиталисты и мелкие буржуа. А мелкие буржаи – это мелкие хозяйчики, работающие на рынок. То есть средства производства у них есть, но мелкие, которые не позволяют им кого-нибудь нанимать и эксплуатировать. Или если даже они кого-то и нанимают, то это не главный источник дохода. Главный источник дохода – свой собственный труд. Но трудятся они на рынок, вносят продукты своего труда, товары на рынок, и таким образом они получают свой доход, свою стоимость, реализуют тех товаров, которые они создали. При этом мелкие буржаи могут быть и эксплуатируемы. Таким образом? Перекупщики скупают по дешевке их продукты и по значительно большей цене продают на рынке, по нормальной цене. А эти мелкие буржуа остаются, можно сказать, только частью той стоимости, которую они создали. Вот почему мелкая буржуазия в своей значительной части, особенно крестьянство, которое как раз относится к мелкой буржуазии, является естественным союзником рабочего класса. Хотя, надо понимать, что если брать такой период развития феодализма, как завершение его и переход к капитализму, то, как известно, буржуазные отношения развиваются и прямо в экономике капитализма, и в капиталистическом обществе. Поэтому, скажем, в XIX веке, во второй половине XIX века уже деревня была вполне капиталистической, и в этой деревне было три класса, о которых мы говорили. Это, во-первых, рабочий класс, это кто такие? На селе это батраки, или полупролетарии, которые тоже, так сказать, живут за счет продажи своей рабочей силы, но они еще имеют маленький участок, с которого прокормиться они не могут. Он подсобное, так сказать, для них хозяйство. Во-вторых, это мелкая буржуазия, это вот так называемые средние крестьянства или середняки. Это товаропроизводители, они производят продукцию и продают. За счет этого они существуют. Естественно, часть продукции они не выносят на рынок, а потребляют сами. И, наконец, это капиталисты сельские, то есть кулаки. Это люди, которые тоже, кстати, трудятся, как правило. Неизвестны такие кулаки, которые бы сами не трудились. Но главным источником их дохода является не их собственный труд и не труд членов их семьи, а труд наемных работников. Кого? Батраков. Вот картина положения в экономике российской деревни во второй половине XIX века. И все необходимые данные, и всю полную эту картину Ленин дал и картину нарисовал в своей книге «Развитие капитализма в России». Очень вам рекомендую. Том 3. Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина. Тот, кто это прочитает, он никогда не забудет, кто такие батраки, кто такие кулаки, кто такие передники, и никогда не будет думать, что крестьянство является однородным, что это просто сословие. С сословием оно было в более ранние века, а тут уже оно разложилось, и Россия в экономическом отношении была полностью готова к буржуазной революции, и помещики, между прочим, к этому моменту уже превратились из феодалов, которые являются крепостниками, просто в земли владельцев. То есть вообще они вернулись к тому названию, к правильному содержанию того названия, которое им было. Поместье – это поместство, поместье – это земля. Вот они вот на этой земле владели, они отрезали у крестьян ту часть земли, которая им раньше давалась для передела, и для того, чтобы они вели свое хозяйство, крестьяне не могли на той земле прокормиться, вынуждены теперь уже работать на помещика в наем, а помещики превратились в крупных землевладельцев, в держателей земли, с которой они торговали, или сдавали в аренду крестьянам и капиталистам. Поэтому, когда произошла буржуазная революция в России, был свергнут уже класс не столько помещиков, сколько собственников земельных ресурсов. Вот что произошло. То есть, вот окончательное его падение. А уничтожение крепостного права было больше формальным, потому что крестьяне уже не считали с 1861 года крепостными, ну и свободными они не стали, поскольку они все равно должны были батрачить на этого самого помещика. Так как получилось, что теории Менье и Гизо французские историки открыли класс? Дело в том, что дело происходило так, что во Франции назревала буржуазная революция. Имеется в виду буржуазная революция 1789 года. Великая французская буржуазная революция. И вот в связи с этой самой великой французской буржуазной революцией в общественном сознании развернулась борьба. Уходящий класс, чувствуя, что его скоро прогонят, а именно феодалы, они свои идеи, так сказать, о вечности замечательного феодального общества, в котором есть король, в котором есть феодалы, которые заботятся о крестьянах, крестьяне, которые понимают, что их пометчики – это отцы, феодалы, это люди, которые о них заботятся и так далее. И в это же время выступили представители уже народившейся буржуазии. Вот Еременье и Гизо – это буржуазные историки, которые стали доказывать, что та точка зрения, которую развивают феодальные историки, что руководить могут только высшие классы, только дворяне, только благородные. А почему? Потому что благородные, так было и в России, они с молодых ногтей начинают учиться в делу управления, они учатся, они получают образование, они получают военное обучение, они проходят целую школу и даже они проходят иногда получают военные титулы, так что в молодом возрасте становятся уже и полковниками. Так что именно вот это обучение позволяет феодалам грамотно руководить государством и обществом, ну а те, кто крутит хвосты свиньям и пасут коров, они конечно не могут заниматься делом управления. А французские, буржуазные историки, они ставили вопрос по-другому, что все могут руководить государством, все могут претендовать на управление государством, что монополия феодалов на управление государством должна быть уничтожена. Все лучшие люди, которые есть во всех классах общества и должны участвовать в управлении. Вот эту идею в разной форме, в своих работах отставили серийные идеи и это была борьба как бы идейная, которая предшествовала французской буржуазной революции. А потом уже во время французской буржуазной революции во главе с буржуазией народные массы, то есть крестьяне и рабочие показали, что да, они могут участвовать уже по крайней мере в революционном творчестве и в создании вообще нового общества. Другое дело, что как только они завершили и совершили эту революцию, тут же буржуазия уселась в кресло и уже уселась не на основе того, что она благородная, а на основе того, что она избрана всеобщим голосованием. И с этого времени тянется эта линия, что вот мы все выбираем, выборы у нас всеобщие, они тайные, они равные, все участвуют, но все рычаги влияния на результаты выборов находятся в руках у кого? У того, у кого находится в руках богатство, средства производства, доходы большие, у кого в руках газеты, журналы, теперь, сейчас, телевидение, по существу ресурсы основной интернета и так далее. «Вот у кого все это в руках, тот и обеспечивает большинство голосов, тот и получает большинство голосов». Каким образом? Или представители кого получают большинство голосов, каким образом? Ну, тем, что они обеспечивают господство в общественном сознании. Мы это уже с вами изучали, что общественное бытие определяет общественное сознание. И если общественное бытие буржуазное, если господствует буржуазный класс, то у него есть все рычаги для того, чтобы в общественном сознании господствовала идея буржуазная. Поэтому надежды какие-то примитивные, глупые и безграмотные, в том числе у товарища из КПРФ, которые думают, что на тех выборах не получилось, на предшествующих не получилось, на позапрошлых не получилось. А еще раньше чуть-чуть, совсем почти бы еще немного и получилось, но они надеются, что вот они своей пропагандой, своими выступлениями, при том, что все равно их возможности гораздо меньше, чем возможности буржуазных, прямых буржуазных партий, что мы все-таки придем к власти. И они начинают приспосабливаться под то, чтобы за них больше голосовало. И за них больше голосуют буржуазных и мелкобуржуазных слоев по той простой причине, что они все меньше и меньше теряют характер государства рабочего класса. Или даже точнее сказать, они давно уже не являются партией рабочего класса, а являются полумелкобуржуазной и полубуржуазной партией. Вот что собой представляет нынешняя КПРФ и никаких сомнений в том, что если придет нынешняя КПРФ, нет никаких сомнений, что у нас будет капитализм, еще может быть этот капитализм будет разрушаться. Потому что придут люди, которые не управлять не умеют, не оборону укрепить, а будут только болтать. Вот что мы наблюдаем. Маркс писал в том, что он писал Ведемееру, не только что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, а что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Я думаю, что это уже усвоено, что если классовая борьба будет разворачиваться, она приведет к диктатуре пролетариата. Почему? Потому что передовой класс современной эпохи, это не феодалы, не крестьяне, не помещики, не капиталисты, а это рабочий класс. Поэтому если классовая борьба будет разворачиваться, то в этой классовая борьба подбирает какой класс? Передовой или отстал? В конечном итоге, при том, что могут быть разные ситуации, могут быть победы, могут быть поражения, но в конечном итоге побеждает передовой класс. Так оно и получается, потому что даже если мы прием во внимание, что социализм, который был добыт классовой борьбой рабочего класса в европейских странах, он утерян. Но зато в целом ряде других стран борьба классовая в условиях социалистического общества продолжается. Причем социалистическим обществом, я хочу подчеркнуть, называется не общество, в котором построен социализм, а такое или социалистическое государство, или социалистическая страна, а такая, в котором произошла социалистическая революция. А вопрос о построении социализма уже в этой социалистической стране, это очень большой вопрос. Вот у нас страна, Советская Россия была социалистической страной с ноября 1917 года, а социализм был построен только в 1936 году, можно считать. В середине 30-х годов. Но если вы возьмете не такую малую страну по нынешним мировым масштабам, как Россия, а такую большую страну, как Китай, в которой 1 миллиард 400 миллионов населения, то мне кажется, так сказать, очень странным утверждением китайских товарищей, что у них может переходный период занять около 100 лет. То есть по существу жизни двух поколений. Потому что это очень трудная и сложная задача, и чтобы эту задачу решить, требуется, кроме сил, ресурсов, труда, требуется еще и много времени. Даже, я думаю, нам должно быть удивительно, что китайское государство так обеспечивает развитие китайского общества, что там голода нет, накормлено 1 миллиард 400 миллионов человек. Можно было бы представить себе гораздо более страшные ситуации, какие могут быть. Можете себе представить, что нужно накормить 1 миллиард 400 миллионов человек. Ну, плюс к тому, что есть в Китае, у нас есть социалистический Вьетнам, в котором 100 миллионов человек. Это немало. Это не намного меньше, чем в России. У нас сейчас 147, а там 100. Плюс к этому Корейская народная демократическая республика, вот у ней построен социализм, нет частной собственности, все ведется планомерно. Планомерно и высочайший имеется и уровень, и экономический, и технический, и научный. Это еще и Куба, которая в сложных условиях находится, потому что у него большой сосед, отнюдь не благоприятствует развитию Кубы. Он неоднократно пытался ее задушить, задавить, или военным путем, или экономически, или политически. Его на этих попыток не бросают. И если раньше очень твердая поддержка была со стороны Советского Союза, Кубы, то Россия, как бы, некоторую поддержку и сейчас оказывает Кубе, но значительно меньшую. И по своим возможностям, потому что в самой России буржуазная экономика развивается гораздо хуже, чем развивалась экономика социалистическая в Советском Союзе. Если у нас где-то болтается темпы роста около нуля, то в первую пятилетку в Советском Союзе темпы роста промышленности были 20-22% в год. Это сказка, недосягаемая для современной российской экономики. И наши экономисты со своими национальными проектами надувают щеки, и даже после этих надутых щеки хорошо видно, что это проекты, они национальные, потому что они не охватывают всю экономику. Это какие-то частные задачки, и это действительно проекты, потому что они проектами остаются, не реализовываются. Вот если я взял проект и остался, после того, как деньги кончились, остался проект, так а что же сделали-то вы, где же результаты этого самого проекта? Поэтому вся эта болтовня про проекты ведется для прикрытия того, что эти проекты прикрывают неспособность довести дело до конца и реализовать этот проект. Проект – это же идея, которая должна быть реализована, выполнена. Сделали проект дома, построили дом, сделали проект трассы какой-нибудь, построили трассу. А если у вас по итогу проекта трассы остался проект трассы, а денежки все рассованы по карманам, то вот такую картину мы и наблюдаем. За что ругает даже новое правительство Мишустина тех, кто осуществлял эти проекты? Не за то, что они не достигли цели этих проектов. Они вообще разговора нет, нам никому не рассказывают, что там за цели были этих проектов, что они должны были сделать. А вот за то, что они не сратили деньги, которые выделены. Вам дали друзьям деньги, а вы их не сумели рассовать по карманам. Вот за что правительство ругает тех, кто реализовывал эти самые социальные проекты. Ну вот, теперь встает вопрос о том, как точно определить, что такое классы. Есть определение очень короткое и простое, а есть более сложное. И сложное отличается от простого только тем, что оно сложено из простых, оно более развернутое. А простое определение связано с тем, что деление на классы нужно с точки зрения научной, я имею в виду подразделения научной на классы, нужно для того, чтобы можно было анализировать ход событий и анализировать классовую борьбу. А классы определяются не потому, кто как себя назовет или припишет. Кто-то хочет сказать, что программисты являются частью рабочего класса, кто хочет сказать, что проектировщики являются частью рабочего класса. А кто-то хочет сказать, что мы ученые очень важные и много знаем, поэтому мы являемся самыми настоящими рабочими. И мы гораздо больше рабочие, чем другие рабочие, которые меньше знают. Потому что рабочие у них и образования меньше и так далее. То есть, какой принцип? Так вот, Маркс подчеркивает, что он сделал, а то, что я сделал нового, состоялось в доказательстве того, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Классы – это не любые группы, которые кто-то может придумать. Один дурак может придумать столько всяких вариантов деления на классы, что сто умных не смогут их потом разобрать. Значит, смысл деления на классы, которые разработал Маркс в том, чтобы выделить классы по положению в производстве. Но по положению в производстве все отличаются. Один слесарь, другой только третий механик, четвертый водитель грузовика большегрузного и так далее. Как поделить? Это все и будет деление на классы? Класс шоферов, класс цесарей, класс токарей и так далее. Класс верхолазов, класс, 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 класс. Нет. Поэтому это говорит, это неправильное понимание. Это большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. Некоторым может показаться, что это какая-то странная, размытая формулировка. Большая группа людей. Ну, что значит большие? Вот вам кажется, что 100 человек много, а мне кажется, что 100 человек мало. А другой говорит, что миллионы людей, вот это много. А вот сотни тысяч – это мало. И как нам этот спор разрешить? Когда говорят большие группы людей применительно к обществу, надо не забывать о том, что мы говорим об обществе в целом. Большие – это те, которые сравнимы с размерами общества в целом. И по своей роли в этом обществе. Сравнимы и с размерами. Поэтому классов очень мало. Классы – это большие группы людей. Большие. Не такие большие, которые мне кажутся страшно большими, а такие, которые связаны с размерами, что третья часть, четвертая часть, десятая часть. Но не такие мелкие, которые уже представляют собой какие-то слои, доли и так далее. Поэтому классов, вообще говоря, мало. Мало. Тем более их мало в обществе буржуазном. Почему? В буржуазном, феодальном, правовладельческом их всегда мало. Почему? Потому что, когда общество разделилось на классы, а до этого вообще не было классов в первобытном коммунизме, то появился эксплуататорский класс и эксплуатируемый класс. И очень легко. И все общество, за исключением некоторых граждан, которые являлись свободными, они и не эксплуататоры, и не эксплуатируемые, они за счет чего-то живут. Либо сами как-то они кормятся, но особой большой группы не представляют. Либо их кто-то содержит, а не друзья тех, которые имеют средства для выживания и так далее. Ну вот, все общество разделилось на рабовладельцев, которых меньше, конечно, и рабов. А рабов больше, а поскольку рабовладельцев меньше, значит, только военной силой можно удержать в повиновении вооруженные силы этих самых эксплуатируемых. Поэтому и появилось государство, о котором, так сказать, у нас потом будет идти речь. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Потом мы берем феодальное общество. Тоже там два основных класса. Это феодалы. Феод вообще это кусок земли. Мера земли. Поэтому феодалы, то есть землевладельцы. Или по-русски помещики. Помещики, по месту, которое они занимают, которым они владеют. Вот какие места у них в собственности. Помещики и крестьяне, крепостные. А почему крепостные? Потому что они считаются собственностью помещика. Причем помещик может с ними сделать что угодно, кроме одного не может убить. Вот в этом отличие, это в этом развитии свободы работника по сравнению с тем, что было при рабовладении. Крестьянина можно продать землей, без земли, семьей, без семьи. И что угодно с ним делать. Бить его можно плетьми. Единственное, что закон феодальный уже запрещает его убивать. Но мы не знаем случаев, когда сильно наказали помещика за убийство крестьянина. Вы слышали такое? Мне не встречалась такой информации нигде. Ни в прессе, ни в литературе особенно. Салтычиха. Нет, Салтычиха убивали, а ее-то наказали? Да, по-моему. Ну, вроде как. Но это вот исключительный случай, да. Салтычиха, исключительный случай. А так, в общем, конечно, безраздельно господствовали. Все дальние господа. Но они в то же время господствовали. Они понимали, что они живут за счет крестьян. Поэтому нельзя дать, например, крестьянам умереть в голодное время. Открывали амбары, в которые, собственно, крестьяне и сцепали то, что они добыли. То, что они произвели. И давали в долг крестьянам. А потом, когда будет год удачный, урожай не отдадите. А пока вот вам хлебушек. И поэтому отцы родные, помещики не давали умереть. Потому что если умрут крестьяне, то умрут и помещики. Потому что помещики сами-то не работают. Помещики сами-то ничего не создают материального. Поэтому им кушать, им будет нечего. Все зависит от крестьян. Поэтому помещики относились к крестьянам с пониманием того, что это их кормильцы на самом деле. И не давали их умереть. И вообще количество крестьян было мерилом богатства помещика. Правильно? Как, скажем, кто такой крупный и выдающийся, и почетный член рабовладельческого общества. Кто такого рабов много. А кто крупный, знатный, почетный член феодального общества, помещик, у которого много крепостных крестьян. То есть мерили с чем? Сейчас меряются в буржуазном обществе количеством денег. Если у вас нет миллиардов, то вы никто. А если у вас есть миллиарды, то вы уважаемый человек. А как получены эти миллиарды, мы же знаем, что, например, объявлена амнистия. Пять лет назад отсчитываем и амнистия капиталом. Вот те, которые получены были раньше. Каким путем, как они получили. Дескать, это государство больше выяснять не будет. Потому что амнистия – это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. Кого-то ограбили, убили, отняли, задушили. Это ничего государства не разбирается. Оно освобождает от ответственности. Но оно не говорит, что вы не виноваты. Потому что амнистия – это не объявление невиноватыми, а это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть никто вас не реабилитировал, просто не наказывают. Вот не наказывают. Поэтому задаваться нынешним капиталистам нечего, если смотреть, откуда у вас эти ваши капиталы. Не говоря уже о том, что все происхождение больших денег – это тяжелый труд. В современном обществе рабочих. Ну и, наконец, вот мы добрались до капиталистического общества. Здесь какие члены? Какие большие классы? Это, во-первых, рабочий класс. Это те люди, которые продают свою рабочую силу. И за счет получения денег в качестве оплаты цены своей рабочей силы и живут. Это те люди, которые получают прибавочный продукт и, соответственно, прибавочную стоимость от рабочего. И они живут за счет того, что они фактически грабят этих рабочих. Но грабят не так, как мы представляем себе, значит, остановительные дороги и ограбили. Нет, они каждый день грабят, потихонечку. Все время забирают. Если человек работает 8 часов, то ему остается, вот сейчас уже по некоторым расчетам, за один час рабочие создают в России стоимость продукта, который они производят. А, следовательно, 7 часов из этих 8 капиталист забирает себе. Поэтому он очень любит еще и сверхурочные. Почему сверхурочные? Потому что, во-первых, можно уже теперь одного работника в день получить не 7 часов, а 8, или 9, или 10. Более того, а можно сделать по-другому. Можно вообще уволить некоторых работников. Потому что, если есть два сговорчивых рабочих, которые по 4 часа дополнительно будут сверхурочно работать, то есть по 12 часов в день, то, значит, третьего рабочего, их товарища, можно уволить. И вот эти товарищи-рабочие допускают, чтобы уволили их товарища. Потому что они, так сказать, классово несознательны. Но если вы будете 12 часов работать, то вы классово сознательными не будете. Потому что вам некогда думать. Работать надо. Когда думать? Вот такая ситуация. Кроме того, наверное, вы знаете, что за каждого работника, за каждого рабочего капиталисты платят налоги. Если им удается сверхурочно направить тех, кто работает, и сократить число работников, то, чтобы они отправили в качестве налогов своему буржуазному государству, тоже кладут себе в карман. Вот это надо видеть и не способствовать тому, что ведет к ухудшению положения главной производительной силы. И если главная производительная сила живет все хуже и хуже, то что будет с производством в России? Ну, как вы думаете, если главная производительная сила все хуже и хуже действует? Ну, оно будет, и производство будет хереть, умирать, замирать и так далее. Вот что сейчас у нас происходит. Это происходит не из-за злостности тех или иных отдельных капиталистов, а из самого устройства капиталистического общества. В чем цель капиталистического общества? Цель капиталистического общества – это максимальная прибыль кого? Капиталистов. А еще какая цель? А никакой больше цели нет. Никакой нет. Поэтому, когда вы говорите, о, как плохо, ну, кому-то плохо, а кому-то хорошо. Если у вас будет здесь совсем плохо, то товарищи на удаленке будут находиться в теплых морях, в каком-нибудь на Средиземном море или в Индийском океане, или у берегов Америки. Их эти вопросы, связанные, так сказать, в том числе и с коронавирусом, не волнуют. Потому что они здесь оставят управляющих, будут им платить из той же прибавочной стоимости, которая отнимается у рабочих. И, так сказать, как только, если вдруг, не дай бог, эта прибыль начнет уменьшаться, вместо одного управляющего поставят другого. И точно так же по электронной почте будут управлять. А управление очень простое. Если я вас поставил, и у вас теперь вместо прибыли 11% будет 10%, вы уволены. Ваш заместитель становится генеральным. Если у него упадет, так сказать, норма прибыли, пока он хозяйствует, значит, еще третьего поставим. Но я-то уж точно управлять не буду. Так что капиталисты сегодня в таком положении, что они для экономики вообще не нужны. Они вообще могут ничем не руководить, только стричь купоны. Но они истригут в основном. И находятся они в других местах. И когда начинают нам рассказывать, что все, как нам стало плохо. Кому нам? Всем плохо не бывает. Некоторым бывает очень даже хорошо. Так что прекрасно, да. Вот картина. А в социалистическом обществе, когда имеется коммунистический способ производства, хотя и в первой его стадии, то есть при социализме, в коммунистическом обществе цель какая? Обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. А раз всех, значит, всем выгодно. Другое дело, что нету тут паразитов, потому что кто не работает при социализме, тот не ест. То есть поэтому его и нету. И наоборот, кто работает, тот является предметом свободного, всестороннего развития. Потому что производство развивается не для некоторых особых, а для обеспечения благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. Возвращаемся к тому, что же такое классы по определению. По определению классы – это группы людей, большие группы людей, различающиеся по положению производства. Вот и все. А если подробнее? Люди говорят, подробнее расскажите. А вот подробнее Ленин рассказал в своей знаменитой статье «Великий почин». Надо сказать, это уникальная статья, потому что она вроде бы поводом для ее написания. Явились коммунистические субботники. И вот о них там Ленин пишет. Но там есть и определение классов, и определение диктатуры пролетариата. Там есть вопрос о положении женщины. То есть там много таких теоретических. Там даже есть понимание социализма. Мне кто-то спросил, спросишь у кого-нибудь, «Социализм – это классовое общество или бесклассовое?» Я спрашивал, можно сказать просто. Провокации даже подходили. Все как один отвечают почти «классовое». А вы посчитали у Ленина? У Ленина написано, что «социализм есть уничтожение классового». Почему? Да потому что социализм – это первая фаза коммунизма. А коммунизм какого общества? Классовое или бесклассовое? Бесклассовое. А как называется бесклассовое общество в первой фазе? Классовым является оно или бесклассовым? Но если оно бесклассовое, но в первой фазе оно и есть неразвитые бесклассовое общество. А как точно его назвать? А точно его назвать можно только если вы владеете диалектикой. У Ленина, как говорится, «социализм здесь уничтожение классов». То есть классы здесь сказаны, что они еще не полностью уничтожены. Но сам социализм есть процесс уничтожения классов. То есть классы и социализм – это антагонисты. Они деление на классы и социализм несовместимы. Или социализм разовьется и уничтожит деление на классы, или социализм пойдет вспять, как и произошло в Советском Союзе. И тогда классы снова в порядке обратного класса образования превратятся в те, которые были в класс пружинный и класс рабочих. Кроме этих двух классов имеется слой интеллигенции, который уже большой группы не составляет, и который не находится в материальном производстве, и имеет к нему уже вторичное отношение. Почему? Потому что либо интеллигент в социалистическом обществе получает от рабочих, рабочий класс у власти, рабочий класс выделяет средства для развития медицины. Поэтому никакой там отдельной страховой медицины, то есть для тех, которые напьются всего этого богатства, а остатки отдадут в медицине, такого безобразия нет ни в каком социалистическом обществе, даже в переходный период, чтобы деньги пошли не прямо в медицинские учреждения, а в страховые общества. Ну скажите, пожалуйста, какова цель страхового общества? Кто не знает, могу вас поинформировать, что если вы откроете гражданский кодекс и будете смотреть, какие есть формы вообще предприятий и организаций, все называется организацией. Там предприятий нет. Такого понятия завод, фабрик нет. Там все это организации. Так вот, целью организации является что в условиях капиталистического общества? Прибыль. Что является целью страхового общества? Думаете, чтобы вы лучше здоровее были, да? Ну это наивный взгляд. Целью страхового общества является получить прибыль. А как можно получить прибыль, если эти страховые общества ничего не создают? Они получают деньги прямо, прямиком от государства своего родного буржуазного. А там, наверное, в страховых обществах и родные, в буквальном смысле слова, сидят люди, которых надо подкормить, чтобы они не умерли от голоду. И вот, значит, они получают эти деньги. И дальше второй этап состоит в чем? Чтобы установить все высокие оклады, гораздо больше, чем оклады врачей. Как вы думаете, кто получает больше? Те, кто в поликлинике работает или те, кто в страховом обществе работает? Вот у меня был студент такой, Беляев, Александр Николаевич. Этот студент потом стал проседателем Ленсовета. В Собчаковское время. Председателем Ленсовета. Ну, а потом я как-то распространял газету «Народная правда» на Невском. И встретил его. Он идет, я, скажем, на встречу. Мы с ним поздоровались, поговорили. Я спрашиваю, ну, а как? Где работаете? Да, вот в страховом обществе работает. На сколько получаете в месяц? Ну, 20 тысяч долларов в месяц. А вы думаете, в страховом обществе зачем создаётся? Кого страховать? Ну, себя страховать, прежде всего. От чего? От того, чтобы не было мало денег. Вот это первое. А дальше остатки попадают уже медикам. Но медики – люди, очень много работающие, очень заботящиеся об обществе. Но о себе они не могут и не умеют заботиться. Ну, такой у них труд тяжелый. И вот никто их этому не учит. Есть еще отдельные профсоюзы медиков, как вот, скажем, профсоюз действий, которые этому как-то способствуют. Но это не очень широко распространено. А вот, например, вузовские работники – ну, тут народ более в этом смысле способный к тому, чтобы отстоять свои интересы. И был, когда началась вот эта перестройка, то есть уничтожение социализма и переход к капитализму, был создан совет ректоров. И вот этот совет ректоров вмешивался в этот процесс уничтожения вузов, чтобы полностью все вузы не были уничтожены. Значит, у нас здорово по уничтожали. В том же Ленинградском университете были институт философии, институт математики и механики, химический институт, очень славный там в прежнем старом здании химического института. Можете увидеть там десятки мемориальных досок, которые показывают, кто здесь работал, какие великие ученые и так далее. Все эти институты позакрывали. Вот у меня товарищ работал в таком институте, его выгнали оттуда. Ну и пришлось ему в итоге войти, поскольку денег не было, пойти в ларек. Ночью его избили, и он уже и умер. А вот те люди, которые попали все-таки на какие-то вузовские места, не научно-исследовательские, ну те в какой-то мере сохранились. То есть, когда мы получали, как скажем, я как профессор получал 200 рублей, простите, 9 тысячи рублей, он получал 200 рублей, в 10 раз меньше. Вот такая судьба этих институтов. Тем не менее, вузам удалось отстоять и в союзу ректоров такую ситуацию, чтобы деньги, которые выделяет государство на образование, шли куда? Прямо через казначейство, а не через банки, которые... Какая цель-то у банков? Тоже у них цель у банков получить прибыль, себе нагнать денег и набить карманы. Чтобы они шли не в банки, а в казначейство. Есть такая организация, про которую вообще особенно не говорят, а то сейчас другие вы узнаете от меня, что есть казначейство, и тоже будете требовать, чтобы к вам деньги шли через казначейство, если вам положено. А тем самым они не идут через те запруды, после которых там очень малый поток уже идет дальше. Так вот, идут через казначейство, поэтому в вузы деньги поступают. Если бы медицину шло через казначейство, прямо бы в поликлиники, в соответствующие больницы поступали бы деньги, а не в страховые общества. А страховые общества заботятся прежде всего о своей прибыли. Ну и, так сказать, то, что остается, оно и перепадает еще и врачам, и пациентам. Вот такая картина. Но это, так сказать, нерешающие слои, потому что они не находятся в производстве. В производстве у нас находится кто? Тоже три класса всего в современном российском обществе. Это буржуазия, которая получает прибавочную стоимость, а кто создает прибавочную стоимость? Рабочие. Есть рабочие. А рабочие – это те, которые непосредственно занимаются материально-производительным трудом. Вот я, хотя и тоже занимаюсь полезно, общественно-полезной деятельностью, и даже я доктор наук и профессор по кафедре экономики и права, но не ждите, что у меня изо рта сейчас вылетят жареные рябчики. Потому что продукт деятельности ученого или преподавателя – это или просвещение умов, или некая научная идея, и все. А вот кто будет внедрять эту идею? Будут ли ее внедрять? И даже если это техническая идея, которая даст колоссальный рост производства, но она даст этот рост тогда, когда кто-то ее внедрит. Пока руки рабочих не возьмут чертеж проекта или эту идею, и не реализуют ее, никакого прибавления в продукте не будет. Причем вокруг ученых и науки, как всегда, вьются и всякие жулики околонаучные, которые вот так цитируют, например, Маркса, что, дескать, вот Маркс прописал, что «Wissenschafts knowledge», то есть всеобщее общественное знание, воплощаясь в основном капитале, становится непосредственной производительной силой. И делают вывод, наука становится непосредственной производительной силой. Марс – это другое написано, как раз, прямо противоположное, что только если она воплотится в основном капитале, то есть превратится научная какая-то идея в железо, и основной капитал – это здание, сооружение, машины, техника, вот если превратится, она становится производительной силой. А если нет, то и нет. То есть кроме идеи мы ничего ведь не производим. И если бы не рабочий, который создает все материальные блага, мы бы вымерли как их слой. Как слой. Потому что для того, чтобы существовали ученые, скажем, врачи, парикмахеры, инженеры, программисты, ведущие на телевидении, артисты, художники, писатели, поэты и так далее, чтобы все эти люди существовали, деятельность которых нужна, важна, полезна. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны, это мы не забыли, советские стихи. Но для этого надо, чтобы были люди, которые создают материальные влаги, которые потом распределяются и обеспечивают существование всех людей. Поэтому по-прежнему вот этот принцип деления на группы по положению в производстве нужно и применять, когда вы изучаете классовое строение общества. Классы – это большие группы людей, различающиеся по положению в производстве. Ленин в Великом Почине, который я уже называл, более конкретно это раскрывает. То есть классы – это большие группы людей, различающиеся по месту в исторической определенной системе общественного производства. То есть это или в городе, или в деревне, по месту, где они, в исторической определенной сложившейся системе общественного производства. По отношению к средствам производства, в большей части закрепленному и оформленному закону, в большей части, но не обязательно, кто реально господствует, владеет средствами производства, тот и господин. А они потом оформят. Если надо, соберут, расстреляют парламент и создадут новую конституцию, за которую никто не голосовал, и оформят эту собственность. А пока надо хватать, воровать, тащить, брать. Поэтому не надо тут идеализировать и думать, что все это решается обязательно. Что сначала бывает? Революция или конституция? Революция. Революция уничтожает старую законность. И после того, как власть укрепится, она создает конституцию. Потом, когда уже власть прочная. Когда советская конституция была в 1917 или 1918 году? В 1918 году. А вот, скажем, если это контрреволюция. Контрреволюция была в 1961 году, когда была уничтожена диктатура Плетариата, и началось становление буржуазного общества в России. А когда конституция стала полностью буржуазной? Она уже была буржуазной в 1993 году вполне, поскольку Верховный Совет уже был буржуазный. И Верховный Совет, тот, которого Ельцин расстрелял из танков, вполне все необходимые законы принял для развития капиталистического строя. Но это была буржуазная парламентская республика к этому времени, до 1993 года. А вот Ельцин хотел, и вся группа, которая его представляла, и которая выполняла волю в том числе и заокеанских хозяев, им нужно было сделать президентскую республику. И вот этой задачей отвечала та конституция, которая была через выстрелы танковых орудий проведена. Потому что ни один человек за эту конституцию не голосовал. За этот текст никто не голосовал, потому что его на голосование и не ставили. Потому что голосовали по вопросу о том, признаете ли вы конституцию. Вот только что мы стреляли по Верховному Совету из танков, а вы признаете конституцию? Вот если вы конституцию не признаете, вы преступник, и вас надо застрелить. Ну, идите и голосуйте. Поднимите две руки и терлево и опустите. Принфигина у вас. Поэтому, когда сейчас вот такое беспокойство в обществе, вроде по поводу того, что мы будем совершенствовать, поправки вносить, ну, вы вносите поправки в тот документ, за который ни один человек не голосовал. Ни один. Это такой способ придать некоторую законность этой конституции. Ну, хоть теперь, если за поправки проголосуют, то вроде бы как и за конституцию проголосовали. Но я обращаю ваше внимание, что по закону конституции считается такой документ, за который проголосовало больше половины, имеющих право голоса в Российской Федерации, а не большинство пришедших на голосование. Вот если пришло три человека, два проголосовало за, а один проголосовал против. Значит, все выборы состоялись. Поэтому особенно какого-то значения голосование по поправкам тоже не имеет. И такой законности, легитимности конституция не придаст. Поэтому ничего в этом плохого нет. В том смысле, что кое-какие там есть положения, очень даже неплохие, вроде того, что не надо, чтобы из-за границы руководили нашей страной, что давайте все-таки, что будет верховенство российских законов, а не иностранных на территории России. А то, если этот закон какой-то международный, то, значит, все. В России какие-то законы не действуют. Поэтому заведомо колониальные у нас была там конституция, или, вернее, еще пока есть. Если после этих поправок она не будет в такой степени колониальной, уже хорошо. Хотя, как вы знаете, что решается это не в области права, а в области экономики. Если у вас Россия будет сильная, никто ее не задушит. А если она будет слабая, то какая бы у нее ни была конституция, задушит и плюнут на эту конституцию. Кто-то посмотрел на конституцию Ливии, взяли, налетели, разбомбили, уничтожили, разорвали на части президента. Вот мы Путин с Медведевым посмотрели и решили укреплять оборону после этого. Потому что, как вы понимаете, на нас с вами еще и не нападут, а нападут, конечно, на руководство первым делом, и его разорвут. И никаких иллюзий быть не... А что сделали в Ираке, когда пришел опять этот самый большой брат, то есть американский империализм, со своими американскими сапогами? Ну, он быстренько повесил и законно избранного президента. Тут же, поскольку тут подвернулся его внук, застрелили его из пистолета, на телефон засняли, как вешали этого самого президента. И это делается вот сейчас, когда говорят, вот сейчас весь цивилизованный, какой цивилизованный? Это же леничевание. Это же фашизм в международной политике. То есть открытая террористическая диктатура, наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов, финансового капитала, то есть банковского, сращенного с промышленным, под руководством банковское. Когда банки всем ворочают, но банки ворочают промышленностью, они сами по себе ворочаются. Сами по себе банки ничего не делают, а вот только, когда они во главе этого промышленного банковского союза, вот тогда да. Вот такая картина. Итак, продолжаем определение классов. Классы, большие группы людей, различающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, большей частью записанному или закрепленному в законах. А если не записано? Я об этом и говорю. Если не записано, это не так важно для собственности. Давайте мне ваш мобильник, и я буду по нему звонить. И потом, если вы будете потом присылать ко мне и говорить, что мобильник ваш, я говорю, ну кто это поверит, что это ваш? Как вам не стыдно? Вот видите, я сейчас соберу товарища, товарищи у меня все профессора. Они будут вас стыдить. Ну что вы говорите вообще? Это ясно, что это мой мобильник и так далее. То есть это вопрос о закреплении, это вопрос второй. Первый вопрос о владении. Вот если я сейчас держу ручку, вы же не знаете откуда эта ручка ища? Не знаете. А вот если я ее держу в руках, кто владелец этой ручки? Владелец кто? Кто-то фактически господствует над вещей. Хочу сейчас, раз я сломаю, хочу выброшу в окошко, хочу вам подарю, кто до меня доберется. Значит для того, чтобы вы до меня не добрались, я самоизолировался и так далее. Вот и все. Сначала у вас взял эту ручку, а потом самоизолировался. Не оставляйте ручки в аудитории. И вот это владение. А вот если это общественно закреплено, потому что давно она у меня уже дома лежит, уже все привыкли, уже все согласились, никто не верит, что она Иванова или Петрова ручка, все верят, что она Попова. Все, это уже собственность. То есть собственность – это общественно закрепленное владение. Поэтому не так важно, чтобы это было закреплено. Ну, хорошо бы. Поэтому вот так вот те, кто наворовали, нахапали в 90-е годы, они, будучи преступниками, сейчас они особычены от ответственности, и они уже собственники, благородные как бы они. Только им бы еще старые вот эти названия – барон, князь и так далее, было бы совсем хорошо. Вот теперь идем дальше. Значит, это так. Классы больших групп людей, отличающиеся по месту в исторической определенной системе общественного производства. По отношению к средствам производства, большей частью закрепленными и записанными в законах. По роли в общественной организации труда. Одни организовывают, а другие выполняют. Вот капиталисты организовывают производство, правильно? Ну, кто организатор производства? Посмотрите, как все здесь организовано. Сразу видно, что это организовывают производства капиталисты. Потому что, когда организовывал рабочий класс производства, у нас было могучее производство и работало как часы. И темпы роста у нас были высокие, и мы догоняли по всем параметрам Соединенные Штаты. Были на втором месте в мире по объему производства. И по уровню производительности туда на третьем месте после США и Франции. А сейчас мы по объему производства на пятом месте, а по уровню производительности труда еще ниже. Поэтому, значит, ну, вот такова организация. Кто организовывает производство? Капиталисты. Так уж они организовывают. А кто думал, что они будут по-другому организовывать? Только безграмотные люди и дураки, которые думают, что капиталисты могут хорошо организовать производство. Вот в той же самой, в тех же самых Соединенных Штатах Америки тоже не сильно высокие темпы роста. В Китае в стране, в которой только строится социализм, темпы роста в три раза выше. Примерно. Три раза. Потому что там сейчас тринадцатый пятилетний план. А в США плана нет. Программа, правда, есть. А у нас и программ нет. У нас вот от пятидесяти до семидесяти процентов ВВП создается на государственных предприятиях, а эти государственные предприятия никаким планом не связаны, и программы никакой нету. Деятельности государственного сектора нету. И прогноза даже нету. Хотя прогноз мог бы быть ужасным. И даже Академия наук разрешили давать прогнозы. Вот если вы, академики, соберетесь и увидите, что страна катится в пропасть, то вы можете дать прогноз страна катится в пропасть. Вот это прогнозирование. Так нам прогнозирование нужно или программирование? А нельзя запрограммировать, чтобы мы в пропасть не катились? А нельзя запланировать, чтобы мы шли наверх, а не вниз? Разве если единая государственная собственность, нельзя сделать план на эту единую собственность? Это же монополия. Разве вы хоть знаете в мире хоть одну монополию, в которой не было бы плана? Нет таких монополий. Но только если это монополия, так и сделайте план. Так это работать для этого надо. А работать, значит, надо соединяться для этой совместной работы над составлением плана. И, между прочим, уважать Академию наук. Потому что без ученых, без науки вы такой план для развития России или план развития России составить не сможете. А Академия наука отняли все институты, передали их к министерству науки и образования. И они теперь, так сказать, клубом ученых стали. Им разрешается прогнозировать. А что прогнозировать? Когда дела идут все хуже и хуже, что надо прогнозировать? Ухудшение. Вот они могут прогнозировать. Вот такая картина. Итак, различия по роли в общественной организации труда. А еще по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которым они располагают. Значит, размеры. У одних огромные доходы, а у других нищенские в капиталистическом обществе. У одних они получают из прибавочной стоимости то, чем они располагают. А другие получают заработную плату. Вот в этом и разница. А что касается всей интеллигенции, лиц умственного труда, инженеров, и парикмахеров, и медиков. Ну, всех, кто там. И артистов, и поэтов, и писателей, и ученых. Всех, кто обществу, конечно, нужны. И современное общество не бывает без этих людей. Ну, а из рук кого они получают? Ну, в социалистическое время они получали от государства трудящихся, государства рабочего класса. И, так сказать, распределение было справедливым. Ну, в такой мере справедливым, когда еще остается распределение по труду. А тут полного равенства это дать не может. Неравенство остается. Неравенство несправедливое. Я говорю, Ленин в государстве революции. Ну, а теперь они из рук буржуазии. Вот буржуазия решила это много, если пять лет будут учить. Взяла и сделала, перевела все вузы, за исключением отдельных факультетов или отдельных институтов, особо важных с точки зрения оборонной, потому что это ясное дело, если на год меньше учить, то будут недоучки. И вот у нас вместо подготовки специалистов теперь подготовка бакалавров. А бакалавр не имеет права поступать в вузы. Не имеет права, ну, простите, не имеет права поступать в аспирантуру. Не имеет права преподавать в вузах. А в школах могут. А зачем у нас столько школьных учителей? У нас же есть педагогические вузы. И получается, что получились у нас люди с высшим образованием, которые не знают, куда податься. А с каким высшим образованием? Ну, практически незаконченным высшим образованием. Вот у меня мать училась в педагогическом нашем институте имени Герца. В войну здесь была в блокаду. На третьем курсе, когда она была, она была вывезена из Ленинграда. Немножко не до конца блокада здесь оставалась. И после этого она уже не продолжала образование. Но она преподавала в школе. И преподавала математику. А потом работала в Балтийском морском государственном пароходстве. В первом отделе. То есть она вот не закончила. А теперь, ну, это была война. А теперь без всякой войны у нас у всех вузовских выпускников незаконченное высшее образование. Специалистом-то он не стал. Эсперантуру-то брать нельзя. Но зато какие-то люди могут пойти, меньшая часть, очень намного меньшая часть, могут пойти в магистратуру еще два года. Если вам так хорошо, здорово, кормите своих детей четыре года подряд, чтобы они пока не учатся, то еще два годика покормите. Два. Не пять, как раньше было в советское время, а шесть теперь. Шесть. Хочешь, хотите, сами работайте. Многие магистранты работают. Или родители содержат. Ну, если у вас такие родители, которые получают прибавочную стоимость, это не проблема. Как вы понимаете? И вот магистратура. Хотя уровень преподавания магистратуры такой, что, как сказал недавно приехавший к нам декан философского факультета МГУ на Дни философии в Петербурге, что это вот уровень второго курса философского факультета. Потому что магистратуру принимают не обязательно в продолжение того обучения, которое вы уже прошли, а и со стороны, и с других специальностей. Ну, а если с других специальностей, они в этой специальности, которая в магистратуре, самые разы и пройдут два курса, на этом и остановятся. Тут Владимир Владимирович высказал, что это за деление на магистратуру и на бакалавриат. Ну, так вопрос и повис. А деление это все пока продолжается. Ну, надо же управлять страной. Надо же, наверное, управлять так, чтобы худшее выбирать, лучше внедрять. Так вот, последние признаки деления на классы – это способ, размер и способ получения той доли общественного богатства, который он располагает. Ну, допустим, если я мастер, а вы рабочий, вот вы работаете, а я наблюдаю, как вы работаете, указания даю, как и что делать правильно, потому что я в этом разбираюсь, а вы еще не разбираетесь и так далее. И вот меня стимулируют тем, что я получаю премию за экономию зарплаты. Правильно? Вот так. Или начальник участка. Поэтому надо брать не только размеры, но еще и способ получения очень важный. Итого, в целом, формулировка этого определения классов звучит так. Классы – это большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, большей частью закрепленными или оформленными в законах, по роли в общественной организации труда, по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Пять признаков. Но эти пять признаков сводятся в одно – это положение в общественном производстве. И Ленин резюмирует. Класс – это такие группы людей, из которых одна может жить за счет другой, благодаря различию своего положения в системе общественного производства. Вот если одна большая группа людей может жить за счет другой, вот это деление на эти большие группы – это деление на класс. В каком обществе мы живем сегодня в России? В классовом обществе. Каким обществом было общество в России с 17-го по середину 30-х годов, переходным от классового общества к бесклассовому? А каким обществом было наше советское общество с середины 30-х годов, и весь период, когда была и война, и восстановление народного хозяйства, вплоть до конца, вплоть до 1961 года, до начала контрреволюции? Это было общество, в котором шло уничтожение классов. Уничтожение классов. То есть какое это общество, в котором… Это первая фаза коммунизма, бесклассовое общество. Но такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. Это вот некоторые товарищи, не изучающие диагностики, им понять это трудно. Объясню очень просто. Вот если подметаете, у вас 4 комнаты, а в одной комнате вы еще не подмели. У вас подметена квартира или не подметена? Ну, с точки зрения формальной, не подметена. А с точки зрения диалектической, она подметена, но не полностью. Надо еще квартиру одну подмести. Она уже чистая, но не вся. Она же не грязная уже. Вы все-таки решите, она грязная или чистая. Она вообще-то чистая уже. Она уже подметена, но не вся. Так надо всю подмести. Это будет полностью. То есть деление на классы еще остается. Остается еще деление на рабочий класс интеллигенции. Но нет уже, не было мелкой буржуазии, не было буржуазии, правильно? То есть вопрос стоял по существу о преодолении двух видов различий между городом и деревней и людьми физического, и людьми умственного труда. А какие различия были между городом и деревней? Ну, конечно, культурный уровень деревни ниже, чем культурный уровень в городе. Вы можете сказать, что сейчас в современных системах связи, при наличии интернета и так далее. Наверное, Вы знаете, что даже при наличии этой хорошей системы связи, в некоторых случаях, вот едешь на поезде по России, и вот смотришь, а тут интернета нету, и Ваш компьютер выключается. А если Вы имеете на телефоне интернет, интернет у Вас на телефоне тоже выключается. И так далее. А в некоторых случаях межеверование даже связь не работает, или с перебоями работает, или слышимость плохая, и так далее. Поэтому, конечно, особенно на такой необъятной территории, какая есть в России, одинаковых условий или равных условий с точки зрения оснащенности тем, что имеется в культурном отношении, конечно, нет. И крупные библиотеки где находятся? А Вы можете зайти, дескать, в электронную библиотеку, попробуйте зайти из какого-нибудь села. Это трудная задача. Трудная довольно задача, и надо, чтобы еще не было перебоев с электроэнергией, между прочим. Они имеют место. Мы знаем, что после реформы медицины, которую провели не так давно, было сэкономлено 7% средств, которые направлялись на медицину. И в итоге этого преобразования, для того, чтобы сегодня работнику, который заболел очень сильно, попасть к первому врачу, надо проехать 80 километров. Представьте себе зимой или в распутницу по дорогам, 80 километров. И очень часто эти поездки, за скорой или на скорой, кончаются тем, что человек приезжает туда, а обратно уже везут спокойнее. Потому что он не выдержал дороги этой тряски. Разве можно ликвидированные, малые, аптечные, медицинские пункты и так далее. То есть, по-прежнему то наступление на село, которое было с подачей известной Заславской академика, Заславской, которая говорила о неперспективных деревнях, и вся Россия, наверное, для нее неперспективная. Вот это наступление по существу продолжается. Поэтому никакого равенства здесь пока между городом и деревней нету в этом отношении. Ну, даже вот пойдем недалеко от нашего же города. Вот вы, наверное, представляете, что такое Санкт-Петербург и его пригороды. Вот если вы поедете по парашютной улице, то вы скоро приедете к двум автомобильным заводам. Ниссан и Хэнде. Вот на этих двух заводах рядом находилась помойка, которую только недавно закрыли. А до этого они в течение всего рабочего дня не просто дышали теми газами, которые вырабатываются, собственно, в самом производстве автомобильном. Ну, и вот этой вонью, которая шла с этой грандиозной помойки в Новоселках. Ну, это, все это проблема не решена, поскольку там вроде собирались сделать электростанцию на этих газах. Но уже выбросы уменьшились. Ну, а как вы думаете, вот, скажем, есть люди, которые живут в городе, непосредственно вот в Санкт-Петербурге, вот, они могут поехать в Силармонию, могут поехать в Мариинский театр и так далее. На вечерний концерт. Ну, как вы себе представляете поездку на вечерний концерт рабочих Хэнде и Ниссана? Тем более, что там та же самая история. Везде пытаются рабочих оставить сверхурочно, везде пытаются удлинить им рабочий день. И рабочий день у нас значительно больше, чем он считается. Считается, что у нас 40-часовой, фактически он у нас ближе к 48. А вот были, предпринимались попытки увеличить рабочую неделю. Так, чтобы она, так сказать, давала совсем другую картину распределения рабочего времени. То есть, равенство, конечно, возможности пойти в библиотеку, пойти в театр, пойти в музей и так далее, нет, конечно, в зависимости от того, где вы находитесь. И при этом из города пытаются предприятия рабочих, с рабочими вывести, чтобы рабочие не могли здесь получить культурное развитие, а и загнать куда-нибудь в область. И там они, пускай, вместе со своими проблемами, дескать, здесь вот этот завод дымит, так вместо того, чтобы сделать дыма у ловителей, пыли у ловителей и изменить технологию, отправляет этот завод в село, пусть там дымит, где село. Пусть дымит там, где изготовляются предметы потребления, потом этот дым пойдет в эти предметы потребления, эти предметы потребления приведут в город, вот ешься. А потом спрашивают, чего оно такое невкусное получается блюдо. А с чего ему быть вкусным? Чтобы оно было вкусным, надо, чтобы оно было на чистых лугах, на зеленых просторах и так далее сделано. А оно делается там, где стоят сейчас промышленные предприятия, которые вывезены из города. Что это за идея вывозить из городов промышленных предприятий? Город и построен был в буржуазное время вокруг промышленных предприятий. Тут рабочие встали по гудку, пошли на работу. И ехать-то не надо. А теперь они в той же самой Москве едут по полтора-два часа на работу. И полтора-два часа с работы. Или поскольку нет работы в области, из области едут в город. Теперь наоборот. Нет работы. И так далее. Так что нужно для того, чтобы уничтожить деление на классы? Ленин писал, для того, чтобы после того, как построен социализм, и нет капиталистов, и рабочих, а это мы не прошли. Вернее, прошли и вернулись назад. Для нас еще это вот будущее, для России. Но даже если бы у нас был сейчас социализм, это еще не полное уничтожение классов. Для полного уничтожения классов надо уничтожить различия между городом и деревней, чтобы по оснащению культуры. И в городе не надо так все забивать домами и убирать зеленые насаждения. Мы видим все время как раз, и уже вырубили, и сюда поставили дом. Вот еще вырубили. Вот сейчас вот тут рядом на серебке легенда дом. 28-этажный строится. Когда он будет построен, то то солнышко, на котором сидят там старушки и другие люди около маленького пруда, серебряного пруда, это будет легенда. Поэтому, видимо, так и называется это здание. Потому что там будет устойчивая глубокая тень. Можете себе представить 28-этажный дом. И как раз вот солнце будет именно с той стороны, где этот дом строится. Ну, а почему строится здесь? Ну, ясное дело, почему. Потому что за это можно больше денег содрать с тех, кто будет покупать тут квартиру. И вот сейчас у нас что? Самоизоляция. Я вот лекцию читаю по скайпу. У нас есть различия между умственным и физическим трудом тоже сейчас. Но вот в это же самое время на этой стройке, вот уже нижние три этажа построены, и продолжается строительство вовсю. Видимо, они там изолируются. Когда я вижу, там вот один рабочий стоит, дорогой рабочий рядом стоит, третий рядом, вот они вместе работают. Это, видимо, они там изолируются на стройке, на свежем воздухе. Поэтому тот, кто думает, что это самоизоляция, такой режим, который у нас везде, ничего подобного. У нас сплошь и рядом продолжаются работы там, где они совершенно не являются необходимыми. Но ничего подождут эти собственники. Вы думаете, это вот для бездомных дома или для тех, у кого будет 101, 102 или 103 квартира? Эти несчастные собственники 100 квартир, клуба 100 квартир, они потом объезжают каждый месяц и собирают деньги с тех, кому они эти квартиры сдают. Но вы же, наверное, понимаете, что при тех зарплатах, которые есть, никто сегодня из нормальных трудящихся купить квартиру в этом доме не в состоянии. О ком текутся? Почему такая срочность? Почему во время коронавирусной инфекции надо продолжать строительство, и они все время друг с другом контактируют? Единственное, там самоизолированные, это вот на башенном кране сидят. Это да, эти здорово сами изолированы. Там наверху, высоко-высоко сидят в одной кабине, и даже когда они туда поднимаются, 15 минут, нужно только, чтобы подняться по железной лестнице. Особенно зимой очень хорошо изолируют это дело. Вот туда подняться и так идти. Поэтому, когда люди оценивают даже ту жизнь, которая была в Советском Союзе, не надо ее чрезмерно раскрашивать. Еще неравенство социальное было. Неравенство касалось лиц умственного и физического труда, по образованию, по развитию культуры. Это было между людьми, живущими в городе и в деревне, по возможностям получения образовательных и культурных услуг. И даже было различие, которое мы вроде не считаем классовым, но все равно по положению производства между мужчиной и женщиной. Вот Ленин в этой же работе, Великий Почин, пишет, что мы в правовом отношении не оставили камня на камне от всех законов, которые ухудшают положение женщины, ставят ее в неравное положение. Женщина у нас полностью равноправна с мужчиной. И при этом она продолжает оставаться домашней рабыней. Потому что труд ее домашний, который привязывает ее к кухне и к детской, превращает ее в эту самую домашнюю рабыню. И что для освобождения женщины недостаточно объявить, что у нее те же самые права. Для действительно освобождения женщины нужно сделать дешевые столовые, дешевые прачечные ясли. А вы посмотрите сейчас, как вы думаете, у нас в детское учреждение есть учреждение? У нас очередь продолжается. Сколько уже лет буржуазной России, никак она не может ликвидировать очередь, очередь не может ликвидировать детские дошкольные учреждения. А что же вы строите вот это вот жилье, вместо того, чтобы вы построите детские дошкольные учреждения? И наоборот, детские дошкольные учреждения, школы, детские сады, здания их отдаются под разного рода офисы, фирмы и так далее. Вот если пройти по городу и посмотреть, таких очень много объектов. Так что понятно, что буржуазное общество не ставит своей целью ликвидацию социального неравенства. И даже было бы странным, если бы оно поставило. Почему? Потому что кто правит в буржуазном обществе? Ну, люди безграмотные говорят, вот мы кого выберем, те и будут править. А люди грамотные говорят, вот кто здесь богатый, кто господствует в средствах производства, кто собственник средств производства, тот и определяет, кого вы выберете. И выберете вы как миленький, потому что на это будут направлены, направлена работа всех средств массовой информации, телевизор будет стрекотать с утра до вечера. И это будет везде в интернете, и это будет везде в газетах, и об этом вам будут на каждом углу кричать. И, как мы уже с вами изучали, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, никогда на выборах угнетенный класс победить не может. Никогда не побеждал и победить не может. Это Ленин разъяснял, например, в отдельной работе, специально по этому поводу написанной, как работа называется «Выборы в очередительные собрания и диктатура пролетариата». И эта работа была написана с анализом итогов выборов в очередительные собрания. В очередительном собрании большевики летом и осенью 1917 года принимали участие. Принимали участие и заняли какое место? Второе место. Вот Ленин объясняет, почему нельзя было на выборах получить большинство. Потому что все определители воли в руках буржуазии. У нее бумага, у нее средства печати, у нее деньги. Она может нанять любое количество пропагандистов. И они будут разносить эти самые газеты и предвыборные листки и так далее. То есть, всю предвыборную пропаганду она держит в своих руках. Поэтому в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология. И поэтому на выборах победят буржуазные партии. Вы хотите, чтобы побеждали другие партии? Ну, так вы сначала возьмите власть. Отберите эти средства влияния у буржуазии. И тогда за вас будет голосовать большинство. Поэтому, как поступили большевики? Большевики не были, так сказать, вот такими пустыми педантами и наивными людьми, которые думали, что при буржуазном строе можно получить большинство. Нет. Они говорят, мы сначала возьмем власть. С помощью этой власти возьмем в свои руки средства производства. И все богатства, которые необходимы для обеспечения выборов. Мы можем уже проводить выборы. И мало того, еще эти выборы проводили большевики не в парламент, а в советы. А в советы выборы были по фабрикам и заводам. И по крестьянским, так сказать, каким-то поселкам и селам. И эти выборы были также по воинским подразделениям. И на выборах в советы рабочих, крестьянских и солдатских депутат большевики получили большинство. И вот эти советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов взяли власть. А тут как раз учредительное собрание завершило свое формирование. Большевики собрали его и предложили им принять такое решение, что учредительное собрание одобряет декреты советской власти о мире, о земле, о национализации фабрик и заводов, о 8-часовом рабочем дне. И считает на этом свои функции исчерпанные. Всю власть передает советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И что делало учредительное собрание? Оно начало, так сказать, шуметь, давать. Большевики там на втором месте были. Но они его ввели, поскольку они в власти были, они оставили там охрану и пошли домой. А вечером охрана сказала, ну хватит, уже поговорили, давайте расходиться. И на этом и закончилась деятельность учредительного собрания. А потом, что дальше было, об этом помалкивают люди. Большевики пальцем никого не тронули. Все эти члены учредительного собрания возмущенные поехали в Самару, а потом они поехали к Колчаку. Вот они приехали к Колчаку. Первое, что сделал Колчак, взял и посадил этих депутатов учредительного собрания в тюрьму. Поскольку он был верховный правитель России, так сказать, во время Гражданской войны. Там, в той части, где он удалось ему завоевать, в известную часть территории. Ну и, значит, это сопровождалось криками демократов, которые кричали, это безобразие, это шум, что это такое, что это самоуправство, это нарушение воли народа и так далее. Тогда по распоряжению Колчака этих депутатов учредительного собрания, тех, кто оказался в тюрьме, а часть по дороге порастерялась, вывели и расстреляли. Вот поэтому надо скорбить по убиенным депутатам учредительного собрания. Потому что убили депутатов учредительного собрания не большевики, а колчаковские приспешники. Я не понимаю, чего тут все время стонут про царскую семью. Ну, вот решил это Свердловский совет, это его дело. Он решил, такая была власть советская. Это не центральный орган решал. И время было военное. А вот там было мало людей, а вот много людей погибло, этих самых депутатов учредительного собрания. Давайте будем скорбеть по этим депутатам. Вот это будет классовый подход. Это будет понимание того, что происходит в истории и в современном мире. Ну, и можно сказать, что вот эта классовая теория, она важна для того, чтобы понимать вообще какие-то общественные явления, которые вас заинтересовали. То есть, если вы никакой классовой позиции не заняли, или не задаете себе вопрос, какому классу это выгодно, вы ничего в истории не поймете и в политике разбираться не будете. Поэтому Ленин даже прямо говорил, что люди будут жалкими, глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся выяснять интересы известных классов и не научатся ставить вопрос, кому выгодно то или иное действие. Вот если они это не умеют разбираться, не могут выяснить, кому выгодно, какому классу выгодно вот это действие или изменение, то ничего они никогда в политике не поймут и защитить не могут. И вся политика состоит в том, о этом мы будем уже дальше говорить, у нас будет тема политики состоит в том, чтобы бороться за интересы своего класса. Ну, а уж что касается своего, это означает, что либо человек непосредственно принадлежит к этому классу, либо не принадлежа к этому классу, он, тем не менее, является его сторонником и исходит из позиции этого класса, как это делали Маркс, Энгерс и Ленин. Как известно, ни Маркс, ни Энгерс и Ленин непосредственно к рабочему классу не принадлежали, но и являлись идеологами и вождями рабочего класса. Это таково их, так сказать, предназначение и такова их историческая судьба, что мы и констатируем. Вопрос о классах настолько важный, что тот, кто этим классовым подходом не владеет, тот ничего не может понять в современной действительности. Когда начинают, вот вам что-то предлагают, а вы должны что сделать? Ну, скажите, какую-то меру, какое-то постановление, какое-то предложение, какой-то проект, какой-то план. Вы должны ставить вопрос, кому выгодно. Вот если ставить вопрос, кому выгодно, в чьих интересах, вот тогда вы будете в этом разбираться. А экономический интерес – это такая характеристика положения людей, положения людей в общественном производстве, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно, а именно какие действия или изменения улучшает его положение и в какой мере. И вот если человек это выясняет, не что человек думает о том, что ему хорошо, а что плохо, а что ему выгодно. Вот если он это понимает, если он это разобрал, то он тогда будет разбираться в том, что происходит в общественно-политической жизни. Если он не может выяснить эти самые, не понимает, что такое экономические интересы, не знает, в чьих интересах это мера, то он ничего, так сказать, разобрать не может и будет вот слепой щепкой, которая бросает, так сказать, политическую жизнь. Поток политических событий, щепки выбрасывает куда? На обочину. Вот и все. Поэтому он и будет на обочине политической, идеологической и вообще социальной жизни в целом. Вот почему это так важно. В связи с этим, в качестве примера, последнего хочу вам привести пример такого определения того, что есть оппортунист. Некоторые думают, что оппортунист это вот просто ругательство такое, ты оппортунист. Я скажу, нет, оппортунист не так определяется. Вот Ленин пишет, что напрасно у нас считают это слово просто бранью. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и усиминут. То есть, если человек, вот он вроде хороший, он в каком-то хорошем движении или в партии, но он думает не о том, как коренные интересы осуществить, а вот он все время заботится о каких-то побочных и усиминутных интересах. И получается, что он оказывается противником этого движения и этой партии. Только потому, что он оппортунист. Поэтому мы должны думать не о том, что у него в голове, а что он делает на самом деле. И оценивать людей не по словам, а по делам. А эти дела вытекают из объективного положения классов. И все дела и все поступки в обществе, научный подход требует сводить к интересам известных классов и ставить вопрос, кому выгодно. Кому выгодно это изменение, которое предлагает. И не так, что вам нравится это вот изменить. Да мне это может и нравится, но кому это выгодно. И выясняется, что огромная масса и большинство, подавляющее большинство тех изменений, которые нам предлагают, выгодно кому? Правящему буржуазному классу. А рабочему классу что? А рабочий класс, вот можете больше работать, больше работать и больше получать. Вот что говорят. Поэтому вот с этой точки зрения надо оценивать все нововведения, все предложения, все проекты, самые разные и разнообразные, которые сыпятся, как из рога изобилия. Это все разнообразные способы улучшить положение тех, которые и так находятся в лучшем положении. Вот что мы можем наблюдать, если мы будем пользоваться классовым анализом. Вот я вам советую очень овладеть классовым анализом, то есть везде оставить вопрос кому выгодно и тогда вы не будете глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике. До свидания.